Вопрос, который мы часто записываем, вопрос, на который мне приходится отвечать ежедневно и сегодня вот перед приемом, опять мне пришлось отвечать на вопрос, что делать с отеками рук, отеками ног, отеками на лице. Поэтому немножечко коснусь этого вопроса, ибо у меня таких постов много, вы можете посмотреть их об отечности. Но прежде всего, как учили нас в институте, всегда спрашивают, а какой вы институт закончили, Ленинградский медицинский институт я закончила. Все вы можете посмотреть в инстаграме, там написано, где я училась, сколько училась, какие дополнительные медицинские специальности я приобретала за свою жизнь. И поэтому мы разбирали вопрос, причина заболеваний. К сожалению, современное образование старается от этой темы немножечко отойти и больше работать по симптому. Поэтому наш организм мы должны разбирать, начиная с изучения анатомии. Еще один вопрос, который ко мне часто поступает, а где нам найти информацию по лимфатической системе? Господа, везде, в любом учебнике, любая анатомия обязательно имеет раздел, который называется лимфатическая система организма. Потому что это не кто-то рисовал подпольно все, а уже давно, с 1300 года идут данные по лимфатической системе, идут данные по утекам, которые возникают в нашем организме. У нас имеется целая система воздействия на лимфатическую систему, непосредственно учебники пишутся по лимфатической системе. Просто мы привыкли все делать более просто, то есть не вникать глубоко. Итак, посмотрим на нашу лимфатическую систему и на причину возникновения отеков. Посмотрите, пожалуйста, у нас кровоснабжение ног определяется состоянием сосудов, которые еще относятся к сосудам органов малого таза. То есть они еще находятся внизу живота. И вот посмотрите, насколько у нас сосуды опоясаны лимфатическими узлами, так же как сосуды в области шеи, когда возникает воспалительный процесс ангина, например, фаренгит хронический. Любая носоглоточная инфекция у нас это будет проблема увеличенных лимфатических узлов, шейных, подчелюстных, челюстных лимфатических узлов. Так же и в области ног. Посмотрите, пожалуйста, я называю это ангина только в области малого таза. Когда увеличенные лимфатические узлы нарушают воспалительный процесс в любом органе, в предстательной железе, воспалительный процесс в мочевом пузыре, воспалительный процесс в матке, все это будет увеличивать лимфатические узлы, глубокие, которые лежат у нас не под кожей, а немножко глубже, а между ними существует связь. И вот увеличенные лимфатические узлы, которые мы ощущаем болью, даже если потрогаем себя внизу живота, лимфатические узлы паха, они перекрывают магистральный кровоток ног. И если у нас недостаточно крови, сколько раньше приходили, когда ноги так активно бегали, не были с трофическими нарушениями, поступало достаточное количество крови, из большого круга кровообращения, если у нас достаточно уходила кровь венозная уже с ног, тогда мы и видели здоровые, как мы их называем, молодые ноги, когда нет никаких болей, нет суставов, нет варикозного расширения и нет отеков, потому что именно отек показывает, что возник хронический воспалительный процесс в органах малого таза, возник воспалительный процесс в области желудка, в области печени, дискинезии, желчеводящих путей, холецистов, панкреатит, и в результате увеличенные лимфатические узлы, вот это висцеральные лимфатические узлы, их больше всего у нас в организме, да, вот они между петлями кишечника находятся, поэтому вы дотрагиваясь поверхностно до живота уже чувствуете боль в той зоне, где идет воспалительный процесс в области кишки, и значит перекрывая достаточность кровообращения ног, мы с вами получаем болото, мы с вами получаем венозный застой, и в результате этого венозного застоя у нас нарушается клапанный аппарат ног, то есть у нас клапаны вены и клапаны лимфы из-за длительного застоя буквально начинают прилипать к мышечной стенке сосудов, и не держат кровоток, поэтому возникает отек, поэтому мы говорим, когда она УЗИ сосудов смотрит, обязательно при любом отеке в ногах, пожалуйста, делайте УЗИ сосудов ног, чтобы определить, с какой стороны у вас более повреждены клапаны ноги, с такой стороны у нас с вами идет и проблема воспаления, вот сейчас у нас детки очень часто с левосторонним лимфостазом в левой ножке, то есть отек у кого-то начинается с правой ножки, у кого-то с левой, у кого-то правая коленка, у кого-то левая начинает вперед болеть, мы говорим о том, что возник лимфостаз ноги, если идет воспалительный процесс восходящего отдела кишечника, то есть вот в этом местечке у нас в толстой кишке, в тонком кишечнике воспаления с правой стороны, значит у нас будет утек, лимфостаз правой ноги, если у нас с вами возникла проблема левой ножки, а я всегда стараюсь просто сантиметром измерить, диаметр ноги уже показывает состояние лимфостаза, чаще всего и сантиметр не нужен, потому что визуально мы можем видеть, одна нога у нас толще, чем другая, одна рука более толстая, чем другая, вот это называется лимфостаз, и наша задача получается отработать хронический воспалительный процесс внутренних органов, чтобы убрать лимфостаз глубокий вен, артерий, который позволит нам не допустить клапанную венозную недостаточность, поэтому не работая с органами внутренними, с желудком, с кишками 12 километров протяженность, если мы с вами ежедневно не поддерживаем мышечный тонус стенки, то значит у нас не хватает кровоснабжения, достаточного для того, чтобы сохранять тургур мышечной стенки, живот начинает увеличиваться в размерах, да, лимфостаз в животе, или висцеральный лимфостаз, мы его называем, и потихонечку начинают блокироваться ноги, потому что часто мне задают вопрос, что значит по ногам оцени работу кишечника, ну вот качество ног, артерий, вен, суставов, и определяет, насколько активен воспалительный процесс в кишечнике, мы можем увлечься с вами, работая только с ногами, но в этот момент хронический воспалительный процесс в кишечнике будет дальше развиваться, приводя к нарушению структуры тканей, а дальше к очень серьезным последствиям, онкология кишечника до сих пор занимает одно из ведущих мест, и при всем онкология прямой кишки, поэтому мы говорим, если есть лимфостаз в органах непосредственно прямой кишки, значит мы имеем геморрой как проявление варикозной болезни, мы имеем варикоз матки как проявление варикозной болезни всего тела, то есть если воспален желудок и кишечник, то у нас будет варикоз непосредственно всего тела, варикоз и ног, варикоз и рук, поэтому вот такая беда у нас происходит, варикозное расширение органов малого таза вместе идут с варикозным расширением вен, и дальше с нарастанием клапанной венозной недостаточности, работа с этой темой, у нас идет ваша помощь через диафрагмальное дыхание, сначала диагностика мы с вами узнаем, работаем диафрагмальное дыхание, восстанавливаем щелочность мышечной стенки, как ее восстановить, это наружно мы с вами пробиваем, намазываем хозяйственным мылом, пробиваем виватоном экстрактом, работаем с желем виватона, наружно меняя кислотно-щелочное равновесие тканей, в которых имеются капилляры венозные и лимфатические, мы с вами получаем результат в устранении клапанной недостаточности, вот только тогда отеки уберутся. Насколько длительный этот процесс, всегда спрашивают, ребята, это как вы работать будете, кто же может за вас что-то делать, я по крайней мере не имею возможности прибежать и прохлопать вас ежедневно щелочью, чтобы вы имели такие классные ножки, поэтому классные ножки, которые мы должны сохранять с вами на протяжении своей жизни, без артроза, артритов, без варикозного расширения вены и отеков, это работа ежедневная своего пациента. Как это мы с вами один день сделаем, приток крови, постукав вдоль вены щелочью, а другой день не сделаем. То есть это что на одном месте стоять, не двигаясь вперед. Значит ежедневные обязательные мероприятия, вес, комплекс работает на эту тему, непосредственно местная работа, тут мы можем подключить герудотерапию, опять очень много вопросов по герудотерапии, каким образом при лимфостазе работать. Конечно мы первоначально с вами работаем при проблемах ног, это с кишечником. Сколько мы сюда пиявочек будем ставить, это будет зависеть от болезненности. Ежедневно перед постановкой пиявок определяем зону воспаления, с ней работаем. В итоге у нас должен быть мягкий безболезненный живот. Затем мы присоединяемся в постановку пиявок на анус, который убирает опять же лимфостаз органов малого таза и потихонечку начинаем присоединять ноги. Иначе мы с вами пиявкой будем убирать лимфостаз ног, а он опять будет возникать из-за того, что идет воспалительный процесс наследистой желудочно-кишечного тракта, синдромом повышенной кишечной проницаемости, избыточного роста микроорганизмов. Поэтому сначала диагностика, затем восстановление. Через год-два мы с вами можем посмотреть, и визуально мы с вами увидим, убирается ли этот лимфостаз. Конечно, убирается. Как убираем? На 30% убираем, на 30% отеки уйдут. На 10% то на 10% отеки уйдут. Насколько вы работаете диафрагмальным дыханием, постоянно прилив крови, создавая лимфатическим узлам глубоким, дисцеральным, и непосредственно работая вдоль вены, хороших вам стройных ног, не допуская лимфостаза.